Книга «Открытым оком», том 22, тема «Грех. Вопрос. 3500». «Какие поэты понимали более всего опасность догмата непогрешимости Папы Римского?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Католическая литература попадала мне регулярно в течение 45 лет. Разные журналы, газеты. В 1962 году я был в Латвии, где и обратился ко Христу по Евангелию. И в первые же дни услышал там по радио передачи религиозные, вещал протестант Ярл Бейски и радио Ватикана. У них постоянно вещал диктор о том, где был Папа, кому и что сказал Папа, кого благословил Папа, и выдержки из разных энциклик Пап. Как будто вообще никакого Христа нет. Тем более о жертве Сына Божия, о примирении с Ним через кровь Иисуса ни разу не услышал от католиков. А люди там очень грамотные. Но такую мешанину преподают. Вот передо мной журнал «Беседы» номер 7 до 1988 год. На странице 177-184 дает интервью отец Марии Доминик Филипп. Сын умаляется перед Святым Духом, Святой Дух умаляется перед Божьей Матерью, Мария умаляется перед Церковью. Это тайное умоление. Не только духовный отец исчез, но и исчезло и вообще представление о настоящем, также физическом отцовстве. Нет больше старцев, нет отцов. И отношения между людьми чудовищно обеднели. Кавычки закрыты. Разве не читал католический богослов вот эти слова того апостола Петра, чьим именем они творят свои дела? 1 Петра 4.11. Говорит ли, кто, говори, как слова Божие. 1 Петра 5.3. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Федор Иванович Тютчев видел папство, как угрозу свободе, как богохольный вызов Богу. 2 Петра 5.3. А там увидим, что прочнее. Был день суда и осуждения, тот роковой и бесповоротный день, когда для вязчего падения на высшую вознесся он ступень. 3 Петра 5.4. 3 Петра 6.5. 4.5. 4.5. 5.5. 5.5. 5.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 7.5. 6.5. 6.5. 8.5. 9.6. 9.7. 10.7. Проси тебя, Господь, и отрезви, молись Ему, чтобы твои седины не сквернились в пролитой крови. Федор Иванович Тютчев